Всем привет! Блендер 2.83 и давайте в этом ролике настроим кости. Переделаем чуть-чуть, чтобы пальцы гнулись, чтобы палец каждый не надо было сгибать при анимации. Давайте рассматривайте этот вопрос. Итак, пока есть вот такие кости. Нужно переделать позвоночник, больше костей добавить. Давайте этим займемся. Выбираем косточки и заходим в Edit Mode. Так, что сделаем? Удалим вот эту косточку, через Shift выберем вот эту и головную кость. Вот эти кости мы удалим. Нажимаем Delete и удаляем Bonn. Теперь что нам нужно сделать? Так, давайте скопируем какую-нибудь косточку. Ну, вот эту, допустим. Тройка на нампаде, жмем Shift D и вот сюда вот так ее подтягиваем. Теперь надо ее отсоединить. Она привязана к ноге. Alt P. Clear Parent и делаем R. Разворачиваем ее. Теперь с помощью MOV, чтобы все это дело было ровнее, подгоняем единица на нампаде и ставим ее к тазу вот сюда. Так, чуть-чуть приподнимаем вот где-то в эту часть. И теперь нужно выбрать вот эту вот верхнюю часть кости и можно MOV или клавишей G, английская G. И сделаем их побольше. Так, теперь жмем Е, щелчок и вытягиваем косточку. Е, щелчок и вытягиваем еще одну. Опять же Е, щелчок и до шеи доводим. Вот получилось 4 кости. Теперь делаем Е, щелчок. Нам нужна шея и голова. Е, щелчок. Так, это многовато. Вот так. Это будет голова. Теперь тройка на нампаде. Нужно все это G подкорректировать. Г английская. Так, шею немножко еще G как бы вот сюда приподнять. Так, что получается? Шея намечена. Все отмечено. Все нормально. Теперь нужно повязать опять назад эти кости. Вот к этим костям. Вот эту кость. Через шифт вот эту выбираем. И вот к этой грудной кости. Теперь она будет грудная. Жмем Ctrl-P, Keep Offset. И вот эти косточки тоже через шифт 2 выбираем. И конечную через шифт выбираем, к которой будем вязаться. Вот к этой опять же Ctrl-P, Keep Offset. Привяжем теперь ноги через шифт к тазовой кости. Ну, в принципе, все нормально. Что нам теперь нужно еще будет? Нам нужны будут дополнительные кости. Первую косточку мы, шейную, делаем Shift-D, щелчок. Тройка на нампаде. И G вытягиваем вот сюда, к позвонку. R чуть-чуть вот так вот перекручиваем G. Вот сюда как бы подставляем. Вот к верхней части. И отсоединяем ее Alt-P, Clear Parent. Пусть она повисит. Теперь единичку на нампаде выбираем и дублируем вот эту кость. Делаем Shift-D, щелчок. Теперь можно G поднять ее и R перекрутить. G подводим тоже ее вот сюда, к пальцам. Так, смотрим. Семерка на нампаде. Выравниваем ее чуть-чуть. R и G. Как бы вот по пальцам поровнее ставим. Потом еще подкорректируем, как это будет выглядеть. Я пальцы-то не делал. А вот с позвонком я делал на Kung Fu Panda. Кто смотрел ролики, тот помнит. Там эксперимент был, чтобы он мягче двигался. Надо теперь эту косточку, вот эту, сделать Shift-D. Щелчок и правой кнопкой мыши нажимаем, находим Mirror и жмем X-Global. Разворачиваем и с помощью MOV перетаскиваем ее вот сюда, на эту сторону. Так, теперь заходим в Post Mode. Смотрим, что, да как. Эти косточки выбираются. Смотрим, привязана ли рука. Так, рука привязана. А позвоночник проверяем. R тоже работает. А вот голова нет. Жмем Ctrl-Z и заходим в Object Mode. Выбираем, так, скелет общий. Вот скелет выбираем. И кости выбираем через Shift. И жмем Ctrl-P. Надо заново, словом, привязать их к персонажу. Выйд, автоматик, выжжет. Нажимаем. Так, кости привязались. Выбираем теперь только кости. И заходим в Post Mode. Что нам нужно сделать, так это поднастроить теперь позвоночник и пальцы вот эти. И проверить, как это все дело будет работать. Так, сначала проверяем голову. R. Голова работает. Ctrl-Z. Все нормально. У нас есть вот эти вот косточки. Они не привязаны ни к какой кости. Они отдельные. Вот эта кость тоже. И вот эта. И та тоже самая. Нужно теперь выбрать вот эту косточку. Вот эту вот позвонка. Так, поближе поставлю. Можно через Shift попробовать выбрать вот эту кость. И нажать Ctrl-Shift-C. И назначить Copy Rotation. Так, Ctrl-Z значит. Выбираем вот эту косточку. Через Shift вот эту. И назначаем Ctrl-Shift-C. Copy Rotation. Теперь, если мы будем вот эту косточку крутить, у нас будет крутиться и та косточка. Повторять ее движение. Ctrl-Z. Нам нужно теперь вот эти косточки тоже привязать вот к этой кости. Так, нажимаем сначала вот эту кость. Снимаем выделение. Вот эту косточку. Теперь вот эту через Shift. И жмем Ctrl-Shift-C. Copy Rotation. И продолжаем точно так же. Это уже попроще, чем искать название костей. Так, теперь через Shift вот эту. Ctrl-Shift-C. Copy Rotation. Ну и тазовую тоже. Сначала вот эту косточку выбираем. Теперь тазовую. И Ctrl-Shift-C. Copy Rotation. Проверяем, что да как. Так, вот вы видите, что они гнутся вместе, да? В прошлом ролике у меня тоже был такой косяк. Выбираем вторую кость. Первую оставляем настроенной. А вот эту вторую чуть-чуть уменьшаем. Так, третью тоже немножко уменьшаем. И четвертую тоже немножко уменьшаем. С запозданием, чтобы она опускалась. Так, R. Вот вы видите, что позвоночник гнется. Но нужно еще, наверное, больше добавить вот этой запоздания. Так, этой тоже чуть-чуть побольше поставить. Ну, а эта вроде нормальная. Жмем, проверяем. Вот, вы видите, что позвоночник гнется уже мягче. Вот таким вот образом. Если мы выберем тазовую кость. И выберем вот эту косточку через Shift. Семерка на нападе. Смотрим, что происходит. R. Вот так. И если сейчас мы будем нажимать R, то будет позвонок ровно гнуться. А если выберем вот эту косточку и нажмем R, то вот уже все происходит мягче. Ctrl Z, Ctrl Z. Нужно еще немножко все это дело поднастроить. Так, попробуем вот этой косточке запоздания поменьше поставить. А ну-ка. Выбираем вот эту кость. И ставим ее где-то вот так. Теперь первую косточку оставляем на единицы. Вторую косточку. Где-то вот так нажимаем. И эту чуть-чуть можно побольше. Или поменьше. Вот так. Все нормально. А если теперь попробовать вот этой первой косточке поставить Local Space. Local Space. Давайте проверим, как теперь будет позвоночник гнуться. А вот он теперь гнется еще мягче. Но вот тут эта вот часть уходит именно за вот эту косточку. Так. Проверяем эту кость. Делаем ее поменьше, допустим. Так, вот это уже не есть хорошо. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Пусть здесь будет Word. Как она называется? Word Space. Попробуем вот на эту косточку поставить Local Space. Проверяем. Ну вот, теперь позвоночник лучше гнется. Ребра уже не уходят. И нужно поднастроить вот эти вот косточки. Так, эту на единицу можно поставить. Эту тоже, допустим, ну, где-то 0,800. И вот эту поставить, чтобы она гнулась на 0,700. Этой поставим вот так вот где-то посередине 0,500. А эту чуть-чуть можно прибавить. Вот. Вы видите, что он мягче начинает гнуться в зависимости от регулировки. Так. Ну, вот что-то в таком духе получается. Вот уже персонаж как бы мягче нагибается, ну, сгибается. Если больше костей поставить, то он еще будет мягче работать. так, теперь что сделаем. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Нужно, чтобы он встал на место. Нужно было его сохранить. Это вот первый вариант, да? Если мы сейчас зайдем в Edit Mode и попробуем вот эту косточку. Вот. Сбросим выделение вот эту косточку. Delete Bomb. И зайдем теперь опять в Post Mode. Смотрим. Нажимаем R. Позвоночник гнется ровно, да? Давайте попробуем поднастроить просто без этой кости на тазовую кость. Поудаляем вот эти Copy Rotation все. В Constrainer. И попробуем так, через Shift выбрать вот так вот. Две кости. Вот с тазовой начинаем и вверх поднимаемся. Теперь Ctrl-Shift-C и нажимаем Copy Rotation. Если мы сейчас будем крутить R тазовую кость, все как обычно гнется, да? Ну, теперь мы выберем вот эту кость и вот эту кость. И Ctrl-Shift-C нажмем Copy Rotation. Эту косточку немножко поднастроим. должна гнуть вот эта одна кость. Так. И вот сгибаем персонажа и можно здесь попробовать их поднастроить. Так. Вот этой косточке верхней попробуем поставить Local Space и Local Space. Вот так она не... Так позвоночник ровно и гнется. Значит, будем работать по другому принципу. и пробуем вот эту косточку на вот этот Ctrl-Shift-C Copy Rotation. Если мы будем крутить вот эту кость, вот эта кость должна именно сгибаться. Так. Проверяем настройки. Local Space и Local Space Во! И на единичку. Ну, тогда у нас гнется именно вот эта вот штукенция. Попробуем вот на эту кость. Так. Вот на эту кость и на эту. через Shift выбрать и жмем Copy Rotation. Арматура 67-я, да? вот, где-то вот так ее поставить. Вот так вот. И теперь, если мы 65-ю будем гнуть, то у нас тело будет вот мягче вот так вот работать. если мы G тоже можем нагинать и с клавишей G тоже гнуть. Вообще мягко работает. Так, проверяем, как будет работать TAS. Если мы нажимаем G, вот вы видите, что TAS работает, ничто ему не мешает. Ну, уже вот такой выход из положения. Если мы выбираем теперь вот эту вот вторую кость от таза и нажимаем R, вообще хорошо себя ведет персонаж, гнется вообще по приколу мягко. уже можно делать мягче анимацию. Так, ну, это понятно, да? Точно так же можно настроить и пальцы рук. Выбираем одну фалангу, допустим, вот так вот. И от этой фаланги вот будет вот такая скрутка идти. Просто не одной косточкой все пальцы будут сгибаться, а именно выбираем кости вот эти сейчас покажу. Так, здесь вот тут подписей мама не горюй. В прошлом ролике я показал как вот эти кости настраивать, да? Выбираем ну, допустим, вот эту кость и через shift вот эту. Ctrl Shift C и делаем значит ей Copy Rotation. так не так пардонте вот от этой кости от верхней через shift выбираем любую косточку Ctrl Shift C и делаем Copy Rotation. Потом выбираем вот эту косточку делаем опять же Ctrl Shift C Copy Rotation. но на первую кость вот эту ставим Local Space и тут ставим Local Space теперь если мы будем R сгибать палец вот эту вот кость вводить у нас будет сгибаться полностью палец и вы видите что так вот поближе можно даже согнуть будет и вот эта кость будет находиться теперь не как в прошлом ролике вот в этой части а будет рядом с этой костью вот этой которой мы будем управлять и теперь если мы нажмем G так и попробуем R вот минус в чем что косточка когда перекручивается вы видите и перекручивается палец вот такая штукенция вот это и в прошлом ролике именно косяка давала при движении руки Ctrl Z возвращаем все назад зайдем теперь в Edit Mode и вот эту косточку Delete Bonn опять заходим в Post Mode и попробуем так вот эти косточки пока настройку удалим полностью можно завязать вот эти все кости на каждую вот эту кость ну допустим вот этот палец завязать вот на эту кость этот палец на вот эту этот на эту и так далее и просто придется выбирать уже при анимации давайте проверим как это дело будет работать выбираем выбираем вот эту кость первую так да первую вот эту кость и через shift верхнюю кость ctrl shift c и назначаем copy rotation или вот в настройках кости выбираем вот это constrain и вот она тут находится так проверяем если сейчас мы будем вот эту косточку так пардон не эту вот эту крутить то ничего не происходит ставим на эту косточку local space local space и немножко интенсивность уменьшаем так теперь проверяем r вот вы видите что кость начала гнуться все зашибись теперь нужно выбрать вот эту первую косточку и вот эту через shift и назначить ей copy rotation только уже в workspace вот это пусть будет так по дефолту вот она стоит проверяем r так гнется один палец значит по дефолту нам не надо а нужно назначить ей 23 кость у меня 23 арматура и находим 23 кость вот так теперь выбираем вот эту косточку так ctrl z нет пардонте нехорошо так а если сделать ctrl z вернуться по дефолту и поставить ей здесь local space и local space вот так вот тоже нехорошо да возвращаемся смотрим что-то я подзабыл как тут стало эта косточка свободная у этой косточки 67 смотрит на пальцы тоже так же но не работает да и 67 на 65 смоет вот вот такая штука пардонте значит 23 смотрит на 15 правильно теперь вот это 66 смотрит на 67 у нас точно так же здесь все происходит 24 должна смотреть не на 15 а на 23 вот здесь вот на 23 и word space и назад ставим сгибать так ctrl z ctrl z ctrl z это на 15 я запутался здесь ставим арматуру а здесь ставим 23 кость так теперь мы должны 15 сгибать и у нас должна сгибаться именно ctrl z и вот это и вот этот палец мы его уменьшаем влияние поэтому ставим на единичку x y z поставим пробуем во вот палец уже сгибается и тоже видите насколько мягко он двигается вот если за эту косточку вообще прикольно так теперь выбираем следующую кость через shift на первую которая должна сгибаться ctrl shift c делаем copy rotation это 14 кость влияния теперь 21 через shift делаем ctrl shift c copy rotation и интенсивность ей чуть-чуть понижаем а первой косточке ставим local space local space почему она ушла так вбок здесь ставим x y z прибавляем смотрим r сгибаем палец выбираем косточку и регулируем ее сгиб так ну и вот эту тоже она на единице теперь выбираем вот эту косточку сгибаем все нормально только теперь нужно контролировать при сгибе r вот это тут их не положение вот так вот здесь такие пальцы третьей фаланги нету была бы третья фаланга то все сгибалось бы нормально только начинаем точно так же настраивать именно пальцы но чтобы у нас все шло тоже вот от этих костей вот от этих костей а здесь была одна косточка вот от этой кости должно выходить не так не пять костей а одна и от одной выходить вот эти кости а потом уже делятся фаланги на одна фаланга делится на три и все пальцы работают проверяем если мы сейчас будем крутить руку вы видите что пальцы находятся на своем месте и не надо выбирать никакую дополнительную косточку и пальцы вы видите как бы играют мягенько так пляшут ох ты зашибись ну тут можно конечно их еще если где-то что-то подкорректировать не без этого но они завязаны на отдельных костях вот на этих и все тут сбоя не произойдет и связь вот этих костей не идет напрямую вот с этой косточкой здесь есть промежуточные поэтому она не влияет я так думаю на движение если вот эту кость вот эту кость сразу прикрепить вот к этой то получится тот же самый эффект который по-моему был с косточкой которая была не привязана отдельно ну и все вот такие пироги и все кости так настраиваем и прикольный риг будет так выбираем вот эту кость попробуем G R и они видите мягенько как бы сейчас я поближе поставлю вот вы видите как бы мягко так все мотыляется о прикольно рука живая становится вот такая штука так попробуем вернуть кости назад и посмотрим как это будет выглядеть так опять же R тинь-тинь-тинь-тинь-тинь о пальцы вообще классно себя ведут но вот эту косточку нужно R и побольше R или поднастроить вот эти именно влияния раньше позже чтобы задержка была одинакова вот как бы поменьше вот эту косточку можно тоже чуть-чуть поменьше сделать задержку так проверяем эти кости этим тоже поменьше и этой кости тоже поменьше вот теперь давайте проверим как они теперь будут работать так R нормальный загиб идет больше стал загиб по-моему да загиб стал больше вот этим костям можно прибавить загиб все теперь кисточкой двигаем пальцы мягкие становятся плавные что у нас позвонком проверяем позвонок позвонок тоже становится мягкий эластичный прикольный вот вот так вот G R присядем все нормально R работает и вот этот позвоночник так надо интенсивность поубирать вот этой косточки еще поменьше поставим чтобы не так сильно гнулся ну и этой тоже проверяем теперь R ну вот нормально R вообще гнется так выберем руки и G вот сюда их вот так поставим вот видите вы насколько теперь можете согнуть персонажа это вообще жесть тут может такие кульбиты творить подпрыгивать пальцы гнуться еще вот в следующем ролике наверное рассмотрю как сделать вот этот рик мягкой ступни нашел тоже на ютюбе уже правда давно сначала подумал зачем оно нужно ну вот оказывается пригодится возможно можно тут тоже так же поднастроить на ногах добавить еще по одной кости и сделать так же чтобы она копировала вот эту кость вот эту и все и будет зашибись все всем пока до свидания нет Продолжение следует...